Вы математик, и поэтому у меня вопрос такой соответствующий. Посмотрите, подсчитано, что если 50 миллиардов долларов, которые вот теперь должна Россия, сейчас будем выяснять сколько, поделить на 143 миллиона человек, собственно, российского населения, то каждый из нас должен будет заплатить по 349 долларов. Вот, допустим, вы согласны ли отдать их из своего кармана ради выполнения судебного решения России? Ну, вот этот расчет в 349 миллиардов долларов, ой, 349 долларов на нос, это не очень корректно, потому что он включает людей, которые денег не зарабатывают, ну, младенцев там и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, считать надо на работающих, а они уже должны, а это нужно, в общем, делить примерно на 100 миллионов. То есть получается порядка 500. А они 349. Мы как-то свыклись с тем, что мы ежегодно платим за российскую коррупцию больше. Дело вот в чем. Дело в том, что взятки, которые предприниматели платят чиновникам, это для них одна из разновидностей сдержек. Ну, как плата за электричество, наемным работникам надо платить, ну, вот еще и взятки надо платить. А откуда можно компенсировать вот эти затраты? Вот предприниматель тратит что-то на то, чтобы что-то произвести, а потом он должен это компенсировать. Естественно, он это компенсирует, продавая нам то, что он произвел. Ну, допустим, квартиры, хлеб, там, я не знаю, платьицы и прочее, прочее. Значит, производя, он платит взятки, а продавая, он к цене товара набавляет свои затраты на взятки. Это означает, что в конечном счете за эту коррупцию, вот, дескать, там какой-то нехороший бизнесмен, какому-то нехорошему чиновнику передал где-то чемоданчик денег, но в конечном счете платим мы за это, когда мы расплачиваемся за товар в магазине или еще где бы то ни было. Теперь давайте прикинем. По результатам нашего исследования 2005 года, ну, такая рутинная коррупция официального бизнеса без олигархов там и так далее, составляла по консервативным заниженным оценкам 300 миллиардов долларов в год. Это в шесть раз больше, чем, ну, вот, нам теперь предстоит заплатить за грабеж Юкоса. И мы относимся к этому совершенно нормально, мы об этом не думаем, мы просто платим. Мы, конечно, удивляемся, почему, ну, вот, платится у нас в магазине в шесть раз дороже, чем в каком-нибудь европейском магазине. Мы удивляемся, почему наша поганая недвижимость в разы дороже, чем соответствующая нормальная недвижимость в Европе. Извините, это все результат этой коррупции. Мы за это платим, и привет, и все. И нас это абсолютно не смущает. Теперь вдруг нас возбудили эти 50 миллиардов. Ну, ребята, для меня это как минимум смешно, потому что это в разы меньше, чем мы ежегодно платили и платим за коррупцию. Согласно вашим социологическим исследованиям, уровень коррупции неуклонно растет. То есть это теперь, что ли, верифицируемо, да, вот такими методами, действительно, математическими. Вот, то есть есть рост. Вот, по-вашему, как этот показатель связан с делом Юкоса? То есть, если бы событий, связанных вот с отъемом Юкоса и его продажи, не было, был бы уровень российской коррупции таким же высоким, как сегодня, вот на ваш взгляд? Я думаю, да. Может быть, были бы другие формы, были бы другие темпы. Может быть, дикий рост начался чуть позже и в связи с другими событиями. Но общая тенденция была совершенно отчетлива и до дела Юкоса. И даже такие сюжеты, как, скажем, неправомерный захват собственности, развивались до дела Юкоса. Юкос выплеснул этот нарыв наружу. И если до дела Юкоса вот этот неправомерный захват собственности был частным делом довольно небольшой группы, то после дела Юкоса это стало более массовым, поскольку фактически верховная власть подала сигнал, содержание которого было примитивно просто, такое большевистское, грабнограбленное. Вот они награбили, теперь мы у них награбим. И пошло-поехало. Но коррупция и до этого развивалась и развивалась в самых запредельных, открытых и наглых формах, помимо такого прямого отъема собственности. Поэтому я думаю, что общая тенденция была бы такой же. Вот если где-нибудь на телевидении снимать такой рекламный ролик, «Эх, русская душа, широта, доброта, коррупция, справедливость». Вот может ли коррупция стоять в этом ряду таких национальных понятий, по-вашему? Это не так. Коррупцию в разное время весьма масштабную переживали разные страны. И я могу рассказать какой-нибудь пример такой забавный. В середине 19 века американский конгресс решил строить железную дорогу, которая должна соединить два океана, Атлантический и Тихий. Ну, соответственно, там Сан-Франциско и вот на восток туда, к Нью-Йорку и прочее. Проект был такой, что, во-первых, должны идти две дороги. Одна с востока, другая с запада. А капитал должен быть совместный. Так вот, тендер на дорогу, которая должна была идти с западного побережья, то есть от Лос-Анджелеса и туда, на Сан-Франциско, туда, соответственно, на восток, выиграл некий господин Стэнфорд вместе со своим приятелем. Но, правда, такое забавное обстоятельство, что господин Стэнфорд был одновременно губернатором Калифорнии. Надо сказать, что эти деньги они собирали совершенно бандитскими методами. Я не буду подробности рассказывать, шантажируя, так сказать, возможных потенциальных плательщиков. А конечный результат был примерно такой. Значит, если я не ошибаюсь в цифрах, вы просто должны учитывать, что деньги тогда имели другое измерение. Миллион долларов стоил несопоставимо больше, чем сегодня. Значит, они примерно 70 миллиардов, ой, 70 миллионов долларов потратили на строительство дороги. Ну, построили, кстати. А 50 миллиардов долларов, ой, 50 миллионов долларов сперли. Правда, фамилию Стэнфорд мы с вами знаем в другой связи, правильно? Это Стэнфордский университет. Вот ровно там он часть своих денег отмаливал, отваливая свои деньги на университет. Вот. Это такой пример. И можно по всему миру привести множество замечательных примеров. И мы здесь отнюдь не уникальны. Продолжение следует...